Добрый вечер! Продолжаем изучение недельного раздела Торы Шмот. Так уж получилось, что в этой неделе это к тому же ещё и Баршата Шавоа, недельный раздел именно этой недели. Такое случается раз в несколько лет, но случается. На прошлом уроке мы подробно говорили о видении, в котором Всевышний явился Муше и повелел ему отправляться в Египет для того, чтобы вывести оттуда еврейский народ. Как это сказано, это в 3 главе. «Ступай и собери старейшин Израиля и скажи им, Господь, Бог ваших отцов явился мне, Бог Авраама, Ицхака и Якова, для того, чтобы сказать, я вспомню вас и всё, что делается вам в Египте. Поэтому я сказал, выведу вас из страданий Египта в страну Кананеев, Хетов, Муреев, Призеев, Хевеев, Еусеев, в страну, текущую молоком и мёдом. И послушаются». То есть ты пойдёшь и заберёшь старейшину. Это тебе инструкция, указание. Более того, здесь есть обещание. «И послушаются твоего голоса, и пойдёшь ты и старейшина Израиля к царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев явился нам, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Богу нашему». Несмотря на попытки Мурше отказаться от этой миссии, тем, что он не годится, тем, что он чувствует отсутствие харизмы и тех качеств, которые необходимы для вождя, для лидера, который должен повести за собой толпу, увлечь еврейский народ, массы еврейского народа за собой, дать им веру в то, что рабство вот-вот кончится, все эти отговорки Всевышний не принял. Наоборот, как это объясняет Равирш, как раз именно такой человек Всевышнему нужен, не такой, который обладает харизмой и который может дать ощущение кому бы то ни было, что, может быть, именно его талант вождя привёл к тому, что евреям удалось выйти из Египта. Всевышнему важно, чтобы исход из Египта был полностью, целиком и полностью приписан к действию его проведения, к его вмешательству в историю, поэтому ему харизматичные лидеры как раз здесь не нужны, они могут только помешать. Итак, сказано Муше, ступай, ступай в Египет, соберёшь там старейшин, скажешь им, а потом отправляйся к фараону. Вот здесь мы начинаем сегодняшний урок, это 4 глава, с самого начала, 1 стих. «И отвечал Муше и сказал, но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, они ведь скажут, не являлся тебе Господь». И сказал ему Бог, что это у в руке. И он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея, и побежал Муше от него. И сказал Господь Муше, протяни руку и ухвати его за хвост. И он протянул руку и схватил его, и стал он посохом в его руке, для того, чтобы они поверили, что явился тебе, Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яракова. И ещё он сказал ему, сунь-ка руку за пазуху. И тот сунул руку за пазуху и вынул её, и вот рука покрыта проказой, как снегом. И он сказал, сунь снова руку за пазуху. И вновь сунул руку тот за пазуху, и когда вынул её из-за пазухи, вот она опять стала такой же здоровой, как и всё его тело. И будет. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голос другого знамения. Если же они не поверят двум этим знамениям и не послушаются тебя, то зачерпнёшь воды из реки и выльешь её на сушу, и вода, которую ты выльешь, станет кровью на суше». Вот этот отрывок, который мы начнём изучать сначала. Морше высказывает опасения, они мне не поверят. И Всевышний даёт ему, соглашается с тем, что действительно опасения такое существует, и даёт ему средства, при помощи которых он сможет как-то совладать с этой проблемой. Даёт ему знамения, при помощи которых он сумеет убедить людей, что действительно был этот факт, что Всевышний ему вернулся и возложил на него миссию освобождения из Египта. Вроде как всё просто. Проблема только одна. Ведь в прошлой главе, в 3 главе, в 16 стих слова Всевышнего Моше «Ступай и собери старейшину Израиля и скажи им, Господь Бог ваших отцов явился мне, Бог Афрама, Цхак и Якова, чтобы сказать, я вспомнил вас, и что вы делаете, что делается с вами в Египте». И послушаются дальше, и послушаются твоего голоса, «И пойдёшь ты и старейшина Израиля к царю Египетскому, скажете ему, Господь Бог Евреев явился нам, а теперь позволь нам пойти на три дня в пустыне и провести там праздник Богу». Всевышний ему уже пообещал, что когда ты соберёшь старейшину, они тебя послушаются. На это ответ Моше «А они мне не поверят». Он начинает перечить Всевышнего, начинается здесь спор. «Не, ничего подобного». Всевышний сказал, он тебе послушается, а Моше говорит, нет, не поверят. Что он хочет сказать, он лучше знает. Всевышний – это не тот, которому можно перечить. Как это понять? Вопрос этот словами Рамбома в Муреневухим. «Ибо он после того, как Всевышний обучил его своему имени, сказал ему…» Может, и был ещё один вопрос до этого. Евреи спросят, каково имя его? Если Бог тебе вернул, явился, то скажи, каково его имя? Всевышний сказал ему его имя, я буду, кем я буду, сказав ему, ступай, собери старейшин Израиля и послушаются твоего голоса. И после этого он Моше отвечает и говорит, «А они не поверят мне и не послушаются моего голоса». А Всевышний уже сказал ему, послушаются его голоса. Что это за спор? Как это понять? Как вообще можно понять поведение Моше в этой ситуации? На этот вопрос Рамбом есть целый ряд ответов, и некоторые из них мы приведём, стараемся понять разницу между ними. Для начала, раби Авраам и Бенезра, его ответ. Всевышний сказал, что старейшины поверят ему, но не упомянул, насколько поверит весь народ. То есть, с одной стороны, что хочешь сказать? Каким образом устраняется противоречие словами Ибнезра? Что, что Всевышний говорил про одно, а Моше беспокоится про другое. Просто разные вещи. А именно, то, что объяснилось, то, что ему объяснил Всевышний, «Поди, ступай и собери старейшин Израиля, и про них сказано, они послушаются твоего голоса». То есть, старейшин тебе удастся убедить. Моше говорит, хорошо, старейшин я сумею убедить, я понял, у меня с этим есть вопрос. А что со всем остальным народом? Как мне быть с остальным народом? С ним что? А что Всевышний ему говорит? Ну да, действительно, с остальным народом это проблема. Аргументы, которые воспримут старейшины, не очень воспринимают. Поэтому для него нужно показывать знамения. Вот тебе знамения, пожалуйста, делаешь так, делаешь так. Посор в змею превратишь, обратно в посор и так далее. Это первое объяснение Ибнезра. Второе. «Или же, что послушаются твоего голоса, однако в глубине сердца не поверят». «Послушаться» Ибнезра здесь обращает внимание на то, что разные глаголы упомянуты. Ашем сказал Муше «они послушаются твоего голоса». Что значит «послушаться»? То есть в тот момент, когда он говорит «всё, мы собираемся уходить из Египта, отправляемся к фараону и предъявляем ему требование или прошение уйти. Хотя бы на три дня в пустыню сделать праздник, они послушаются, т.е. они за тобой пойдут, они тебе послушаются. Но в глубине сердца они могут и не поверить», – говорит Муше. «В этом он, но я минули, они мне не поверят». Снова тот же самый приём, Ибнезра разводит. Всевышний говорит ему об одном, обещает, что они в действительности его послушаются, но проблема, которую поднимает Муше, послушаются-то послушают, но в глубине сердца очень, может быть, что они не поверят. И тогда, если не поверят, то в любой кризисной ситуации это тут же вылезет на поверхность, это тут же будет влиять. И Всевышний понимает эту его претензию, да, действительно, проблема. Ну, вот для того, чтобы вы поверили, тогда есть знамение. Одно, другое, третье. Это Ибнезра. Два его ответа на один вопрос. Теперь посмотрим ответ Рамбана. Пишет Рамбан так. Мне кажется так. Они послушаются твоего голоса, чтобы идти с тобой к царю и сказать ему, Бог евреев явился нам. Ибо что они теряют? Но Бог объяснил ему, что фараон царь Египта не позволит им уйти. И поэтому Муше сказал, а они не поверят мне после того, как увидят, что фараон не отпускает их. И уже перестанут прислушиваться к моим словам, заявив, не открывался тебе Господь. Ведь если бы Бог послал тебя, то фараон не стал бы пренебрегать твоими словами. А если фараон тебя послал подальше, это уже подозрительно. Это значит, скорее всего, что Бог тебе не являлся. Объяснение Рамбана иное. Не то, что мы видим у Ибнезра. Ибнезра разводил здесь, чтобы это противоречие снять, он разводил здесь по разным местам то, о чём говорил Всевышний, и то, о чём беспокоит Муше. Рамбан делает здесь различия во времени. То есть послушаются, послушаются. А Шем сказал? Значит, послушаются. Поверят? Да, конечно, поверят. А Шем сказал? Нет сомнения. Когда? Поначалу. Когда я к ним явлюсь и скажу им, что Бог вспомнил про вас. Скажу им пароль, покод, покадайте, Бог вспомнил, вспомнил про вас. И скажу им, что вот-вот, сейчас уже скоро заканчивается рабство, и близко уже освобождение, конечно же, будет большое-большое воодушевление. Они поверят ко мне. Настолько поверят, что даже отправятся вместе со мной к фараону, подать ему петицию о том, чтобы нас отпустили на три дня пути. Это всё верно. Но как только начнутся первые сложности? Так часто бывает. Любое общественное движение, или даже политическое, другое, какое-то, оно может начаться с большим воодушевлением. Но очень важно, чтобы на первых самых шагах оно достигло бы успехов. Если нет, если начинаются сложности, если начинаются поражения, если начинаются неудачи, то воодушевление уходит, и люди начинают постепенно остывать, отходить, а затем уже появляется и скепсис, и уже никуда не хочется идти, и уже не хочется ни в чём участвовать, и на этом обычно всё может довольно быстро и закончиться. Это то, что Мушрея, и вот именно это опасение Мушрея здесь и высказывает. Я же знаю, чем это закончится. Поначалу будет большое воодушевление, и все мне поверят, и все за мной пойдут. А потом? Как только начнутся первые сложности, как только начнутся первые неудачи, как только фараон первый раз скажет «нет» и даст нам первый отказ, то тут же люди начнут говорить «стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, как это так? Если Бог тебя позвал, как это может быть?» Народная вера достаточно наивная, но она всегда такая. Если Бог стоит за этим, то должны быть одни только успехи. И если действительно Бог тебя послал, то в тот момент, когда ты пришёл к фараону, фараон должен тут же сделаться хорошим мальчиком и тут же всё подписать, дать разрешение, пожалуйста, уходите, уходите, я вам ещё провизию выдам. Люди не готовы представить себе, что может быть вещь, которая инспирирована Всевышним, на которую Он ведёт людей, на которую Он подталкивает, и вдруг будут неудачи. Как это так? Не может такого быть. В обывательской голове, в обывательском сознании такие вещи не укладываются. Если Бог помогает, значит, должен быть только успех. Что, безусловно, неверно. Абсолютно неверно. Конечно же, комментарии Ромбана, он... Ромбан всегда этим, его и комментарии отличаются. Он очень большой знаток человеческой натуры. Глубина человеческой психологии, сложности и странности человеческого поведения для него раскрыта. Но весь вопрос по поводу текста. Входит ли этот комментарий, есть ли на него какой-то намёк в самом тексте? Кстати, это касается не только комментария Ромбана, но и приведённого выше комментария Ибнезры. Можно ли найти в тексте какое-нибудь указание на комментарии эти? Что касается комментариев Ибнезры с большим трудом. Напомню, Ибнезры дал два ответа. Первый. Что Всевышний обещал Муше, что старейшины поверят, а Муше сомневается, что весь народ не поверит. Или второй ответ можно здесь сказать, потому что действительно, что касается обещания «и послушаются твоего голоса», то это сказано после того, как Всевышний сказал «ступай, если бери старейшины Израиля, и скажи им». Вроде бы разговор идёт о них, и тогда послушаются, относятся к старейшинам. А здесь сказано «а они мне не поверят», не сказано «кто». Поэтому вполне может быть, что здесь имеется в виду весь народ. Хотя доказательства здесь найти с трудом. Но, по крайней мере, текст не противоречит этому комментарию. Второй комментарий Ибнезры, его второй ответ был, что Всевышний пообещал ему, что они себя послушаются, а Муше опасался, что послушаться станет послушаться, но в глубине сердца не поверят. Тоже единственная возможность найти здесь подтверждение этому комментарию, этому ответу – это различие в глаголах. Всевышний говорил про «послушают тебя», а Муше возражает «но они мне не поверят». Может быть, Рамбан. Что касается Рамбана, то здесь, пожалуй, текст куда более близок, т.е. его комментарий куда ближе к тексту. Ведь сразу после того, как Всевышний обещает и послушается твоего голоса, и пойдёшь ты и старейшина Израиля к царю египетскому и скажете ему «Господь Бог евреев явился нам, а теперь позволь нам пойти на три дня в пустыню и принести жертву Господу Богу нашему». Сразу же после этого Всевышний прибавляет «но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой, чтоб ты знал, ты придёшь к нему, ты получишь отказ, и будь к этому морально готов. Тогда, естественно, в Муше появляются и сомнения. Хорошо, всё это замечательно. Я понял, что после того, как я им скажу, что Бог явился мне, они мне поверят и с воодушевлением за мной пойдут. Но как только получат отказ от фараона, у них тут же начнутся сомнения. И что они мне скажут? Не открывался тебе Господь. Потому что если бы Бог позлал тебя, то фараон не стал бы пренебрегать твоими словами, не стал бы так издевательски, как действительно фараон отнёсся к Муше, не стал бы поднимать его таким образом на смех, и всё бы не кончилось так позорно и унизительно, так как это кончилось. Так что на комментарии Рамбана тоже есть намёк в тексте вполне неплохой. Конечно, не больше, чем намёк, но всё-таки намёк есть. А вот теперь посмотрим ещё один, третий ответ. Третий ответ – это Рамбама в Мурене-Бухине. Мы сначала зачитали его вопрос. Он-то и сформулировал его самым конкретным образом. Как это так после того, как Всевышний сказал «послушаться твоего голоса», Муше отвечает и говорит «а они не поверят мне и не послушаться моего голоса? Как же это может быть?» Вот теперь мы посмотрим и ответ самого Рамбама в Мурене-Бухине. «Однако, до Учителя нашего Муше никто не слышал о человеке, который сказал бы, что Бог говорил с ним и сделал его своим посланником». Муше является к людям с вот такой вот… Он не просто говорит, что я избавитель, я вас сейчас избавлю, я вас сейчас выведу из Египта, я… Нет, претензии куда более серьёзные. «Я, Бог, послал меня к вам. Подобную вещь от сотворения мира до сего дня никто никогда и нигде не слышал». И, конечно же, само это утверждение кажется людям совершенно фантастически сказочным. Что значит «Бог послал тебя к нам»? В принципе, это явление пророчества. Когда Бог говорит с человеком и не только говорит с ним, но и посылает его к людям, чтобы им что-то сказать, от них что-то потребовать, их каким-то образом направить. Ну так разве пророчество – это такой нонсенс, это настолько невероятное и нереальное явление? Бо Трампом, конечно же, нам уже на сегодняшний день, после того, как было такое большое количество пророков, нам сегодня кажется это явление нормальным. Оно в порядке вещей, оно было. Как говорят наши мудрецы, что на протяжении всего того времени, до конца эпохи Первого храма, когда было пророчество, то было бы в еврейском народе больше пророков, в два раза больше, чем те, кто вышло из Египта, то есть около больше миллиона человек. Это явление было вполне-вполне приемлемое. Но до того, но Муше был первый здесь. Продолжает Рамбом дальше. «И пусть тебя не сбивает с толку то, что Бог разговаривал с прадцами и открывался им». Как-то так, Муше был первый. Мы можем возразить Рамбому, но ведь мы же знаем, что Всевышний говорил из Абрама, из Ицхак. Да как же можно утверждать, что до сих пор никто не слышал о пророчестве? Было же пророчество, был этот факт, было общение Бога с людям, был контакт Всевышнего с человеком, с нашими прадцами, конечно, говорит Рамбом, был контакт, но ни одного из них, то есть пророчество само по себе, как явление, пророчество – это не то, что Всевышний посылает кого-то своим посланцем с миссией к людям. Нет, само пророчество по природе своей – это именно контакт человека с Богом. Такое дело, что когда Всевышний хочет кого-то послать к людям и направить их, сказать им что-то, повелеть им что-то, то он выбирает пророка, того, с кем он общается, конечно. Но это уже только следующий факт, это уже только результат того общения с пророком. А здесь, что касается вопроса про наших прадцев, так, конечно же, был факт пророчества. Они общались со Всевышним? Общались, нет сомнения. Но Всевышний никому из них не сказал «пойдите к народу, обратитесь к ним и от моего имени скажите так-то и так-то». Словами Рамбама. «Ибо ты не обнаружишь там пророчества, повелевающего им обратиться к другим людям и наставлять кого-то кроме себя». То есть, были здесь исключительно указания самим пророком. Когда Всевышний говорил Авраму «иди себе», он направил его, он давал ему указания, уйти из Харана, отправиться в Росисраэль и так далее, расстаться с Лотом и так далее. Есть указания, да, самому пророку. Ицхаку тоже. Ему Всевышний запретил оставлять сердце Исраэль, не позволил ему уходить в Египет. Якову, конечно, да, был факт контакта Всевышнего с нашими прадцами, и он давал им указания. Но ни одному из них он не сказал «пойди к народу и возвести от моего имени, скажи им так-то, и так-то, и так-то». Этого не было. Поэтому сейчас Мушест сталкивается действительно с проблемой. А именно, он должен сказать людям что-то совершенно невероятное, что Всевышний посылает к ним пророка, посланника, с тем, чтобы направить их и подтолкнуть их к каким-то действиям. Никогда ни Абрам, ни Цхак, ни Яков не утверждал Бог, сказал мне, что следует поступать так-то, или же Он послал меня к вам. Такого не было. И когда Всевышний открылся нашему Учителю Муше… Ведь это всё было только предисловие. Теперь ближе-ближе к вопросу. Как же так Муше перечит Всевышним? Вроде как спорит с ним. Так вот, когда Всевышний открылся нашему Учителю Муше и велел ему явиться людям и передать им послание, то Муше сказал ему «и ж первым делом они потребуют мне доказать, что существует Бог» на ответ, на утверждение «Бог явился ко мне, стоп-стоп-стоп-стоп, кто к тебе явился?» Самый первый вопрос – «Бог, а вообще такое есть?» И лишь после этого я смогу утверждать, что Он послал меня. Прежде чем решить вопрос о посланничестве, нужно решить вопрос о вере в Бога. Это, естественно, вопрос номер один. Почему? Да потому что в то время все люди, за исключением одиночек, не имели понятия о существовании Бога. То есть, точнее, люди были тогда язычниками и не верили, что в мире существует один Бог, а верили в силу влияния звёзд и так далее. Это, снова, непростое утверждение Рамбома, оно само по себе требует уточнения. Ведь речь идёт о сынах Израиля, речь идёт о правнуках и правнуках Авраама, Схака и Якова. Как же так? Они не знают о существовании Творца мира, они не верят в единого Бога, и их надо убеждать. Из этих слов Рамбом выходит так. Действительно, Рамбом, напоминаю, есть у него такая фраза в законах об этлопоклонстве, что после того, что дерево, которое посадил Авраам, оно почти засохло в Египте. Авраам посадил это дерево веры, веры в Бога. Он очень много старался, он очень много работал над тем, чтобы распространить свою веру среди людей. Среди людей он не очень преуспел, но, по крайней мере, со своим сыном и внуком это у него получилось. Т.е. вышла в действительности семья, которая переросла затем в общину, в клан людей, которые бне Исраэль, сыны Израиля, которые верили в единого Бога. И люди-то вокруг них тоже знали, чем они отличаются от них. Это верно. Все это было верно и хорошо до того, как попали в Египет. А в Египте началась ассимиляция, духовная ассимиляция. И постепенно, постепенно, постепенно вера в Бога стала ослабевать. Постепенно египетские воззрения языческие стали проникать и в еврейские головы тоже. Поэтому Мушев вполне резонно предполагал, что первая проблема, которую ему нужно решить – это вера в Бога. Каким образом решается эта проблема? Продолжая Трампом. И тогда Всевышний сообщил ему аргументы, которые должны были убедить мудрецов в существовании Бога, что видно из вот этого стиха «Ступай, собери старейшины Израиля». Кто такие старейшины? Люди мудрые, мудренные опытом, жизнью. И возвестил ему, что они поймут то, что он сообщит им и согласятся с этим, как сказано, и послушаются твоего голоса. То есть ты им приведёшь доказательства. Эта вещь, вера в Бога – вещь рациональная и понятная. Человек, если только есть у него голова на плечах, безусловно, вполне способен понять, что мир этот не может существовать самостоятельно, должна быть причина возникновения этого мира, должен быть его Творец, который не является частью этой мира, это всё достаточно понятно и очевидно человеку, если у него нет только предвзятых мнений, если голова у него не набита опилками, то это ему можно объяснить. Тем более, когда речь идёт не о всём народе, а старейшина. Старейшина, мудрецам, ты сможешь это объяснить. И возвестил ему, что они поймут то, что он сообщит им, это не так сложно, не так трудно, и согласятся с этим, можно убедить, можно объяснить и можно убедить. То есть, как сказано, и послушаться твоего голоса. Тогда мужей возразил на это и сказал. Вот здесь начинается возражение мужей. Он не перечит, он не спорит, он только говорит, что возникнет другая проблема. Хорошо, они согласятся с тем, что существует Бог, убеждённые разумными доказательствами, но как я смогу убедить их в том, что Бог послал меня? И вот тогда Всевышний дал ему знамение. То есть, возражение мужей вот какое, можно убедить людей, что есть Бог, несложно, не так уж трудно, но вот из того, что Бог есть, с чем разум человеческий соглашается, никак не следует, что должно быть пророчество. Может быть, причина существования, возникновения этого мира и существования этого мира, который не общается с людьми, который не посылает своих посланников к людям и не управляет ими, не даёт им никаких ценных указаний о том, как нужно себя вести или о том, как не нужно себя вести. Это уже вещь нерациональная. Она не следует рационально из того, что есть Бог. Ну, есть Бог. Ну и что? А если есть Бог, а я его посланник. И он сказал, что вы должны идти за мной. Ну, это очень интересно. Давай-давай-давай. Он ещё не сказал, что мы тебе должны собрать по 10 долларов каждую за лекцию. Здесь есть проблема. Её, может, и видит. И с этим Всевышний соглашается. Действительно. Здесь уже нужны знамения. Твоё пророчество, т.е. твою миссию, то, что ты являешься моим посланником, тебе придётся доказывать уже не при помощи разумных, рациональных аргументов, а при помощи знамений, чудес. И он получает целый набор чудес, которые он должен будет сделать для того, чтобы доказать, что он посланник. И так, в действительности, Рамбам приводит это и в Анахе, в законах, что если кто-то утверждает, что он пророк, то ему просто так не верят на слово. И, естественно, его просят доказать, что он пророк. Каким образом это доказывается? Он, например, должен створить чудо. Нечто подобное здесь. Значит, во-первых, мы видим, что каким образом Рамбам разрешает противоречие. Нет здесь спора. Муше не перечит Всевышнему. Всевышний пообещал ему одно, что они тебя послушаются. Это значит, что они поверят, они примут твои доказательства существования, доказательства бытия Божьего. Как говорили потом философы, это они примут, потому что это разумно и рационально сможет их убедить. Но возражение Муше – это не возражение, по сути дела. Муше, я говорю, только есть другая проблема. Хорошо, они поверят мне, что есть Бог. Но как я сумею их убедить, что он меня послал, что было пророчество, что он послал меня с ними с какой-то миссией. Стало быть, сомнение обещания о том, что поверят в существование Бога, сомнение в том, что поверят в саму миссию посланника в том, что Муше – посланник. И на это Всевышний согласился. Вот этот комментарий Рамбама, он входит в текст, он очень близок к тексту, потому что, если мы почитаем ещё внимательно вопрос Муше, Всевышний сказал ему, они тебя послушаются. А Муше возражает, и ответил Муше и сказал, но они не поверят мне и не послушают голоса моего, ведь скажут, не являлся мне Господь. Вот-то в чём сомнение. Не в том, что есть Бог, а в чём? В самом факте контакта Бога с человеком. Он не являлся тебе Господь, и тогда уже все комментарии, которые мы провели до сих пор, и Ибнезра, и Рамбам, и Рамбам, все они, их общий знаменатель – это то, что они пытаются нейтрализовать проблему, т.е. устранить противоречия, говоря о том, что Всевышний обещает одно, а Муше поднимает другую проблему, которая не возражает на то, что Всевышний ему обещает. Да, конечно, это есть, но есть другая проблема. Каждый в свою сторону. И Ибнезра, и Рамбам, которые говорят о времени, и Рамбам, которые говорят, что есть разные проблемы здесь. Одна проблема веры в Бога, другая проблема пророчества. Все они таким образом оправдывают Муше, который не спорит с ней перед Всевышним. Раши идет другим путем. Совершенно, совершенно. Читаем Раши. Раши комментирует следующий стих, ответ Всевышний. Второй стих. И сказал ему Бог, что это у тебя в руке? Он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея и побешал Муше от него. Два вопроса возникают здесь. Что за форма общения Всевышнего? Спрашивают, что это у тебя в руке? Что так не видно? Если он держит посох в руке, то ясно, там посох. Что это за вопрос? Так, что у тебя в руке? Это первое. Второе. Почему в качестве знамения этот посох превращается в змея? Конечно, можно возразить, а если бы он превратился, я не знаю, в бегемота? Так мы бы спросили, а почему в бегемота? Это верно. Но все-таки, если выбран змей, значит, скорее всего, есть здесь какая-то определенная символика. Она существует. Кстати, есть некоторые комментаторы более современные. Говорят, что это было совершенно не случайно, ибо змея, кобра – это один из символов власти фараона. Если кто видел корону фараона, такая высокая тиара, а над ней, над этой тиарой сверху, есть голова кобры. Это один из символов Египта. Правда, были и другие символы Египта. Крокодилы, еще всякие вещи. Так что, в принципе, можно было бы и крокодила сделать. Так или иначе, вот это два вопроса. К ним Раши и относится. Пишет Раши так. Что это у тебя в руке? Есть там еще одна сложность. Что это в оригинале? Что это? Ну, написано, так это читается. Но написано это слитно. Что следовало бы прочитать, если бы у нас не было традиции, как правильно читать, то мы бы прочитали мизе, из того, из этого. И это комментирует Раши. Поскольку слово написано слитно, то истолковывать мы его можем так. Из того, от того, что у тебя в руке, что это, не что это у тебя в руке, а от того, что у тебя в руке, ты должен будешь принять кару. Ибо ты заподозрил праведных. То есть, то, что ты сказал, они в тебя не поверят, это неправие. И ты за это достоин кары. Нет никакой попытки оправдать. Получается, что муж был здесь неправ по этим словам. И то, что вот эти дальнейшие знамения, которые здесь есть, они это только подчёркивают. В прямом смысле, если не прибегать здесь к мидрашу, а пшат какой здесь. Пшат будет здесь такой. Подобно тому, как человек говорит другому. Верно ли, что перед тобой камень? Согласен, видишь, что это, камень, камень? Так вот смотри. Вот сказал ему да. Вот смотри, я его сейчас превращу в дерево или ещё во что-нибудь. То есть, пшат здесь, подобно тому, пшат – это всегда небуквальное понимание текста, и поэтому пшат говорит здесь, что так люди общаются, когда человек хочет удивить кого-то и показать какой-то фокус или типа знамение, то он спросит, ну, что это? Ты согласен, что это камень? Так вот смотри, сейчас он превратится в что-нибудь другое. Точно так же и здесь Всевышний говорит мужу, что это у тебя в руке – посор? Сейчас мы его превратим в змею. Но Медраж, Медраж понимает, буквально, и буквально, совсем буквально, даже не так, как читается, а так, как написано. Написано Мизе, и тогда получается Мизе шабиатха, то есть, из того, что у тебя в руке, то, что у тебя в руке, иными словами, в руке у тебя вина, то, что ты сейчас сказал, они мне не поверят, это неправильно, и за это тебе придётся понести наказание. И тогда понятно, почему тот превратился в змея. Этим Всевышний намекнул Моше, что он злословил, что он говорит лошонара на сынов Израиля, потому что змей – это символ лошонара с тех самых времён, когда самый-самый древний змей в Ганеден, в Эденском саду, он сказал лошонара на Всевышнего, то с тех пор змей всегда представляет собой, змея представляет собой символ со злословия, символ лошонара. И это здесь Моше намекнул, поэтому он выбрал здесь именно змею, а не какое-нибудь другое знамение, чтобы показать ему, что был здесь лошонара. Более того, и второе знамение Раши тоже объясняет в этом ключе. «И сказал Господь Моше, протяни руку, ухвати его за хвост». И он протянул руку, схватил его, и он стал посохом в его руке, снова вернулся. То есть, возвращение змеи снова в стояние посоха. Это для того, чтобы они поверили, что убился тебе Господь, Бог. И ещё сказал им второе знамение. «Сунь-ка руку за пазуху». И тот сунул её за пазуху и вынул её, и его от рука пока покрыта проказой. Почему именно проказой? Почему бы не сделать ещё какое-нибудь другое знамение? Как снегом. «И сказал, сунь руку за пазуху». И вновь сунул руку за пазуху. А когда вынул её из-за пазухи, и вот опять она стала такой же здоровой, как и всё его тело. Раши говорит, и здесь был намёк, указание, перст Всевышнего Муши, что он был неправ. Проказа. И этим знаком Всевышний тоже намекнул ему, что тот сказал «лашонара». Здесь было злословие. Сказав, они не поверят, то, что ты сказал, что евреи тебе не поверят, это «лашонара». Поэтому и поразил его проказы. И подобно Мирьям, это тоже, особенно классически, это уже стало нарицательным. Та самая ситуация, в которой Мирьям после того, как говорила «лашонара против Муши, Всевышний её покарал проказой». То есть проказа, царат – это всегда спутница. «лашонара» – это не то, что сегодня называют проказой, это не та болезненность, которую людей заключают в лепрозории. Это видно даже и по тому, как она описывается всюду и везде, как здесь, что кожа человека покрывается белыми, белыми, как снег, пятнами, такой клинической картины проказа не даёт. Это особое, только за неимением других слов, и переводят это слово именно так, проказа, но имеется в виду специальная, специфическая болезнь, которую Всевышний насылал своё время на людей, говорящих «лашонара». Так что, в отличие от трёх предыдущих комментариев в словах Раши нет оправдания Муши, здесь есть только критика в его адрес. Пойдём дальше. «И будет, если они не поверят тебе и не послушаются голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения». Так, первое знамение, может быть, они впечатляют, но что касается этой традиции, они знают, что тот, кто против них выступает, тот может иметь дело с вот этой неприятностью, что называется проказа, это они уже знают, откуда. А история с Мирьямом ещё не произошла, это будет только через некоторое время. «Вы Траши», то поверят другому знамению, когда ты скажешь, что я был наказан за то, что говорил про вас Ла Шонара, если ты скажешь, что меня наказали проказой, то они поверят тебе, ведь они уже выучили, знают это по традиции, что те, кто замышляет причинить им зло, наказываются недугами, может быть, не проказой, но вот такие гадкие мерзкие болячки, безусловно, откуда они это знают, как, например, фараон Авимелех из Осары. В двух случаях, когда два царя связались с семьёй Авраама, это был сначала фараон, а потом Авимелех, который забрали цару в свой гарем, обоих их постигли серьёзные неприятности, недуги, болячки, гадости, пусть не проказа, но другие близкие, похожие, и поэтому это достаточно, традиция была жива тогда в еврейском народе, знали это, что так было, и поэтому это звучит вполне правдоподобно, поэтому это более убедительно, чем первое знамение со змеёй. Дальше. «Если же они не поверят двум этим знамениям и не послушается тебя, то зачерпнёшь воды из реки и вылежь её на сушу, и вода, которую возьмёшь из реки, станет кровью на суше». Так следующее знамение – это удар по реке, по Нилу, тоже вещь неслучайная, говорит Раши, первым ударом поразил их божество. Для египтян, для египтян было много богов, но Нила представлял собой одно из самых существенных, потому что всё благосостояние страны фараонов зависело от Нила, именно разлив Нила, который приносил не только воду, но и плодородный ил, благодаря которому и в Египте росло всё то, что росло, понятно, что от Нила они зависели, поэтому довольно быстро превратили его в божество. Поскольку египтяне поклонялись Нилу, дававшему им жизнь, орошая их поля, именно поэтому первый удар придётся по Нилу, его Всевышний обратит в кровь, в камень ушей. Ну, казалось быть здесь, претензии, отговорки Муше должны были кончиться, он уже всё пытался, он пытался искромить, он пытался сказать, что мне это не годится, и кто я такой, чтобы я пошёл, и есть ещё одна претензия. «И сказал Муше Богу, прошу Тебя, Владыка, я не был краснолечивым человеком ни со вчера, ни позавчера, ни с тех пор, как ты начал говорить с рабом твоим, ведь я тяжёл устами и косноязычен». Но у него есть проблемы. Трудно говорить. Тяжёл устами, что такое тяжёл устами? Скорее всего имеется в виду заикание, когда человек не в состоянии, кроме этого, и косноязычен. Имеется в виду, что я испытываю трудности, начиная говорить. Это самое первое, когда человек хочет говорить, и у него масса слов, а через органы речи это не проходит, начинается заикание. «Кроме смеха». Конечно же, это очень печально, когда оратор, который пытается склонить в свою сторону большую аудиторию, не может вызвать у своих слушателей ничего, кроме смеха. «Так как же я могу?» Ответ Всевышнего и эту отговорку он не принимает. «И сказал ему Господь, кто дал уста человеку? Или кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? А и я научу тебя, что тебе говорить». Кто делает человека… Кто дал уста человеку? И кто делает человека немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Раши говорит, что в каждом из этих примеров – это не просто литературное добавление, чтобы ещё больше приукрасить утверждение о том, что Всевышний, всё от него, всё зависит от него. Говорит Раши, что здесь в каждом из них был конкретный пример для Муше о том, насколько всё в руке Божьей. «Кто дал уста?» Имеется в виду, кто научил тебя, что говорить, когда тебя судили перед фараоном за убийство египтянина? Когда после того, как Муше убил египтянина, и ему пришлось предстать перед судом, то почему-то вдруг там у него… Здесь Муше должен обратиться к своей памяти, что почему-то его сложности с косноязычием ему там не помешали произнести защитную речь, свою защитную речь. Второе. «И кто делает его немым? Кто делает человека немым? Кто заставил фараона неметь, чтобы он не настоял на твоей казни?» Когда фараон должен был вынести ему приговор, ему это не удалось, не получилось, его уста его не послушались. «Кто сделал его слуг глухими?» Продолжение дальше. «Кто делает его немым или глухим? Кто сделал его слуг глухими, чтобы они не услышали его приказ казнить тебя?» «Кто делает человека зрячим или слепым?» И это объясняет Раши. «А палачи, кто сделал их слепыми, чтобы они не увидели, как ты бежал сыше фото и скрылся? Не я ли всё это делаю?» А Равирж, продолжая свою линию о том, что Всевышнему харизматичный лидер как раз не нужен был, он пишет это и здесь, что слова Всевышнего о том, что «Разве не я? Кто делает человека немым? Кто дал уста человеку? Кто делает его немым или глухим?» Это продолжение той же самой идеи. «Разве не я, Бог, который может превратить посох в змею?» А змею в посох, а это уже ты увидел, что можно превратить деревяшку в живой организм. «Разве не могу я и заику превратить в красноречивого оратора?» Ты заикаешься? В чём проблема? Превратим тебя в красноречивого оратора? И наоборот, ораторов заику? Заика, наоборот, был самым подходящим посланцем для выполнения этой миссии. Ведь если вдруг выяснится, что человек, который в частной беседе с другими заикается, смущается, заикается, не может как следует говорить, он косноязычен, но когда он обращается к толпе для того, чтобы вести её за собой, у него исчезает абсолютно и его языкание, и вся его косноязычность, тогда понятно, что это исходит свыше. А именно это Всевышнему и нужно, а не такой человек, который известен как большой оратор, когда можно будет приписать ему и его успехам сам исход из Египта. И вот здесь мы должны остановиться и задать очень серьёзный вопрос, который задаёт Маораль. Как это можно себе такое представить, что Муше, который, если Всевышний выбрал Муше не только для того, чтобы вывести людей из Египта, но и для того, чтобы через него Тора пришла в мир, то понятно, что перед нами человек, который представляет собой максимальное совершенство. Совершенство по всем статьям. Как же может быть, что этот человек, которого мы представляем себе и, наверное, правильно представляем себе верхом совершенства, как может быть, что он заика, что он заикается, что он косноязычен, что он не владеет своей речью, не владеет своим языком? Ведь это же очень далеко от совершенства. Как мы относимся к людям, которые не умеют выразить свои мысли, или сбиваются, или заикаются, или косноязычно? Как же так? Отвечает Маораль, на самом деле всё как раз наоборот. Именно то, что он не в состоянии хорошо говорить, именно то, что у него есть дефект речи, это как раз его… он указывает на его высоту. Почему? В первом предвижении Маораль объясняет так. Ведь речь наша – это материальная функция. В отличие от других сил человеческой души, скажем, зрение или слух. Для того, чтобы увидеть и услышать, человек не должен делать никаких физических действий, не нужно ему прислушиваться вот таким образом или наводить фокус на своих глазах. Всё это воспринимается, т.е. здесь человек не делает никаких физических действий, информация воспринимается человеком пассивно, и затем только уже его разум, его душа, который абсолютно не материальный, они уже воспринимают, они уже контролируют, анализируют, воспринимают эту информацию, перерабатывают её. В отличие от этого человек для того, чтобы говорить, ему необходимы постоянные физические усилия. Вот я уже 50 минут говорю, и мне всё время нужно раскрывать рот и двигать губами и нёбом и всем, что есть. Это тяжёлая работа речевого аппарата. Стало быть, Моше, который представляет собой духовную, сверхдуховную личность, для него, конечно, подобного рода физические функции для него сложны, не потому что у него есть какой-то порог, а потому что он больше находится в духовном мире, чем в физическом. Правда, на это можно возразить, говорит Марк, и возражение оно очевидное. Ведь мы знаем, что человека как человека характеризует именно речь. Так Ункилус объясняет, переводит точнее этот известный стих про то, что Всевышний вдохнул в человека дух жизни и стал человек душою живою, переводит Ункилус «Ва-вэ-лы-руах-мималена», т.е. стал человек душой говорящий. Это есть определение, и вслед за Ункилусом повторяет это «Би-удали-вив-ку-зари», когда он разделяет всё творение на различные категории, на категории минералы, затем растения, животные, человек, и он возводит над человеком ещё одну ступень, новая ступень. Человека он называет говорящим, а новая ступень – это Израиль. Но, по крайней мере, человека он не называет его Homo sapiens, не называет его человеком разумным, он называет его человеком говорящим. Т.е. речь – это и есть самое человеческое в человеке. Если так, то снова возвращаемся к нашему вопросу. Пусть так, пусть речь действительно о физической функции, но если это является главным, главным, определяющим человека, что человек – это есть существо, говорящее, в отличие от всех остальных, то как же может быть так, что самый совершенный человек именно в этой самой функции, в речи, у него есть дефект? Вроде бы мы вернулись снова к тому, к вопросу, с которым начали. Говорить мораль – нет, это неверно. В действительности человек, то, что определяет человека как человека – это именно речь. Почему так? А чем человек отличается от всех остальных? Тем, что человек – это удивительное совершенно сочетание духовного и физического. В мире есть много физических тел, включая от самых простых минералов до самых высокоразвитых животных, но у них отсутствует божественная душа, нет у них её. Есть живая душа, животная душа, божественной разумной души у них нет, то, что соединяет со Всевышним. Вот та искра Божия в человеке в них отсутствует. Есть ангелы, они все, безусловно, они все духовные, это чисто духовные, как называли их в Средневековье, схалим невдалим, т.е. отделённые разумы, чистый разум, не связанный ни с какой абсолютно материальной оболочкой. А человек, а в человеке есть и то, и другое. В нём есть физическое тело, как у животного, в нём есть и душа, которая сродни ангелам. Стало быть, определение человека – это сосуществование, это сочетание души и тела, духовного и физического. Где та самая точка, в которой это происходит? Это именно речь. Что такое речь? С одной стороны, как мы сказали, для того, чтобы сказать, нужны физические действия, нужны прежде всего органы речи. Должны быть и связки, должно быть и нёба, должны быть губы, должен быть язык. Всё это должно быть. Без них речь невозможна. Но, с другой стороны, если это есть, но нет разумной души, то тоже речь невозможна. Что такое речь? Это когда мои мысли абсолютно нематериальные, совершенно. Мысль совершенно нематериально. Когда эта моя мысль воплощается, материализуется впервые, самая первая её материализация – это слова. Когда я каким-то невероятным, фантастическим образом могу выразить свои мысли словами, то есть словами, которые произносятся при помощи физических, материальных органов речи. Вот это уникальность человека. В этом-то человек становится человеком, этим он не похож на других. И то самое место, где мы видим это сотрудничество, сосуществование, когда одно без другого невозможно, ни духовное без физического, ни физического без духовного – это в речи. Поэтому человек, он действительно говорящий. Так определяют его раби Иуда Аливи – это именно стадия, которая называется «медабир» – говорящий. Поэтому говорят наши мудрецы, что когда ребёнок находится в утробе у своей матери на протяжении 9 месяцев. Он знает, постигает всю Тору. Спрашивает в задаче «почему нам нужно учить Тору?» Потому что, когда мы рождаемся, мы её не помним. Отвечают мудрецы, что приходит, что во время, в момент родов приходит ангел и ударяет человека по его устам. Есть здесь удар. Объясняет мораль. Это то, что называется в Вилхот Шаббат, в законах о субботе, в 39 категориях запрещённых работ, там есть понятие «макебе-патиш» – последний удар. Последний удар, который завершает всю серию операций. Теперь после этого последнего удара этот продукт считается законченным, завершённым. Точно так же человек ударяет его по рту. Почему? Потому что здесь появляется, когда человек рождается, появляется возможность речи, разговора. До сих пор, когда человек был в утробе у своей матери, что было? Там душа не была соединена с телом, душа не была ограничена рамками тела, и поэтому её познание было безграничным. Как написано там в Талмуде об этом, что душа в утробе у матери, человек в таком состоянии, знает всю Тору, он постигает от конца, от одного конца мира для другого, потому что никаких ограничений нет, душа его не ограничена рамками физического тела, никак не связана с телом, поэтому постижение такое колоссальное. Когда же человек рождается, что происходит в момент рождения? Душа связывается с телом – это родовая травма. От такой родовой травмы можно всё забыть, конечно. Это подобно тому явлению, как шок, который приводит к стиранию памяти. Шок, который переживает душа от соединения с физическим телом, с его ограничениями материальной структуры, он шок такой, что всё забывается. А что приобретается? – приобретается речь. Именно поэтому удар приходится по устам. Это Макебе Патиш. Сейчас родился человек, что есть человек? Это физическое и духовное, вместе составленное, вместе сопряжённое. Поэтому Тору он уже забыл, придётся всё учить заново, но зато появилась речь. Это и есть форма человека. Так вот, у Моше именно здесь была проблема. Именно в этой самой точке. Именно это, чего ему не хватало. Т.е. вот этого как бы удара, так принято в еврейской пословице, когда мальчик, который учится, у него хорошая память, и он делает хорошие успехи в учёбе, то обычно говорят, ну, наверное, тебя ангел забыл стукнуть по губам, когда ты родился. Так хорошо ты учишься и так далее. Так вот, Этельмой Шарабейн у нашего учителя Муши, оно, по идее, так и было. Поэтому у него вот такой вот дефект речи. Что происходит? Речь, как мы сказали, это сопряжение, это не просто сосуществование, а сотрудничество духовного и материального. Когда в результате того, что я свои мысли хочу выразить в словах, работают органы речи, которые каким-то образом умеют и могут выразить эти мои нематериальные мысли. Вот у Муши вот здесь есть проблема – нестыковка. У него вот этой вот стыковки материального и духовного у него здесь есть проблема. Отсюда его дефект речи. И это не его, на самом деле не дефект, это не его проблема, это именно его высота, которая говорит о том, что он остался человеком, с которым духовное настолько сильно и настолько мощно, что оно не ограничивается рамками материального тела. Поэтому через него была дана Тора. Нужно было бы сказать, очевидно, если продолжить эту мысль морали, то нужно было бы сказать, что он, очевидно-таки, не забыл то, что он учил в утробе в матери. Он должен был всё это помнить, если у него, или, по крайней мере, большая часть, если у него была вот эта вот самая проблема с ангелом, который не стукнул его. Ангел, о котором здесь идёт речь, это и есть как раз речь. Вот он, этот ангел. Речь, которая появляется здесь. У Моше была с этим проблема. То есть вся мощь его мыслей и вся его духовная мощь через ограниченные физическими ограничениями органы речи у него проходят с трудом. Отсюда его заикание, отсюда его косноязычие. Так что это не только не говорит о недостатке Моше, не только не говорит о том, что он чем-то был ущербен, наоборот, это только следствие той его небывалой, совершенно невероятной высоты, которой он отличается от всех остальных людей. При всём при этом не будем забывать, что Тора ещё говорит, что он был самым скромным из всех людей. То есть, несмотря на то, что он знал о своей высоте, несмотря на то, что он знал о своём величии, он не думал, что в результате кто-то должен ему за это что-то давать, что ему что-то облагается, и он себя мерил не по отношению к другим людям, конечно же, он был намного голов выше всех остальных, а мерил себя по отношению ко всем остальным, и поэтому всё, что он мог о себе сказать, это только ванахну ма, а мы кто мы такие? Ну вот на этом мы здесь закончим, а продолжение будет уже на следующей неделе.